Здравствуйте! Вы смотрите программу «Специальное интервью» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа Марияна Кристалинская. Добрый день, Марияна! Мария, здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Давайте подведем итоги ушедшего года. Каким он был для Общественной палаты? Вы знаете, каким он был? Наверное, он был непростым, как и для всех жителей нашего округа, Подмосковья, нашей страны. Безусловно, определенный какой-то акцент накладывает пандемия, которая, к сожалению, до сих пор не закончилась. Поэтому все мы с ней боремся. Я надеюсь, что это все-таки проходит удачно, успешно. В конечном итоге все равно мы, скажем, придем к тому, что эта болезнь будет побеждена, и все мы будем жить в том привычном режиме, как было до этого, как мы все привыкли. И, конечно, масочный режим останется, наверное, в прошлом. Но, тем не менее, пока все это сохраняется, но, тем не менее, жизнь движется дальше, и все проблемы, вопросы, которые встают перед жителями, конечно, мы в этом во всем активно участвуем, активно коммуницируем с жителями, и стараемся действительно во всем помогать и держать руку на пульсе. В 2021 году мы очень много говорили о волонтерстве. Будет ли продолжена эта работа и в наступившем году? И как вообще общественники не устали ли нести этот груз на своих плечах? Ну, мне кажется, что, скажем так, понятие общественников и волонтерства тесно связано. И это не зависит от пандемии или от каких-то чрезвычайных ситуаций, которые возникают в нашей жизни. Это тот стиль мышления, жизни, вообще, так скажем, позыв сердца, помогать людям. Поэтому мы это делали, делаем и будем делать. Безусловно, любой запрос о помощи, когда что-то необходимо сделать, да, в чем-то помочь людям, которые в этом нуждаются. В первую очередь, конечно, это наши пенсионеры, ветераны, люди, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. Безусловно, мы всегда помогаем и готовы всегда прийти на помощь. В 2021 году во многих сферах жизни нашего округа произошли кардинальные изменения, изменения, которых ждали, ну, прям, некоторых десятилетиями. Я, в частности, имею в виду, конечно же, сферу образования, сферу здравоохранения. И это все произошло не без участия общественников. Чем гордитесь больше всего? Сложный вопрос, Маш, на который, наверное, вот так сразу в двух словах и не ответишь. Потому что говорить можно очень много о чем. И действительно, мне много чем можно гордиться в работе общественной палаты и действительно достижением своих коллег. Вы знаете, хочу сказать, что на протяжении всего года все наши комиссии, конечно, очень плодотворно и активно работают, и работали. И, конечно, есть какие-то сферы жизни, которые более, может быть, скажем так, активно у нас на слуху. Ну, безусловно, это вопросы экологии, которые у нас актуальны всегда. И в прошлом году это очень важная тема. И могу сказать, что есть, конечно, и определенные успехи в этом вопросе. И, правда, есть чем гордиться, и я, наверное, чуть позже об этом скажу. Что касается здравоохранения, конечно, тоже очень важный вопрос. Безусловно, здравоохранение – одна из важнейших тем в нашей жизни, а уж период пандемии становится еще более актуальный. И мы провели несколько таких достаточно важных совместных встреч с администрацией и с руководством Одинцовской областной больницы и вместе с жителями, где мы обсуждаем самые важные насущные проблемы. И пытаемся вот такими совместными усилиями, ну, скажем, да, если, конечно, не привести к совершенству, но, по крайней мере, максимально улучшить работу сферы здравоохранения. Ну, и, наверное, может быть, донести все-таки ту информацию, те проблемы, которые, может быть, по той или иной причине неизвестны еще главврачу Одинцовской областной больницы Андрею Васильевичу Фадееву администрации. Жители все-таки отмечают достаточно активное взаимодействие со стороны администрации Одинцовской областной больницы. То есть, действительно, Андрей Васильевич и вся его команда очень оперативно и быстро на все реагируют, откликаются и стараются максимально сделать комфортным получение той или иной медицинской услуги для той или иной категории граждан. Создать все условия для отдаленных территорий, потому что у нас достаточно большой округ и проблемных точек очень много. Есть. На что обратить свой взгляд? И вот, мне кажется, в 2021 году вот в этом отношении прям достигнут большой прогресс. Вы знаете, все началось с того, что, во-первых, первая встреча у нас была в Звенигороде. Мы провели такое большое совещание с участием Андрея Васильевича, с участием заместителя главы администрации Олега Васильевича Дмитриева, курирующей сферу здравоохранения и жителей города, где мы вот обсудили такие насущные проблемы, насущные вопросы. То есть, такая была, знаете, ну, скажем, такая жаркая встреча. То есть, в принципе, может быть, это и хорошо, потому что она была не для галочки, она была реальна для решения тех вопросов и проблем, которые встают перед Андреем Васильевичем, да, как руководителя областной больницы и на которые, конечно, обращают внимание жители. Вопросы важные. Конечно, они касаются и работы поликлинического звена. И очень важный вопрос – это открытие детского стационара круглосуточного. Это действительно тот вопрос, который родители поднимали и поднимают. И, в принципе, мы были услышаны главврачом. И я очень надеюсь, что в скором времени действительно этот вопрос будет решен. И детский стационар, который будет работать 24 на 7, откроется в том режиме, как это было раньше. И возобновить свою работу. Это действительно очень важно. После этого мы провели еще такую же большую встречу в Одинцово. Там у нас тоже присутствовали жители. И действительно, такое было очень информативное совещание. Андрей Васильевич рассказал о развитии, о том, что сделано, что будет сделано в сфере здравоохранения в Одинцовском городском округе. Рассказал о том, как привлекаются специалисты. Рассказал, что на самом деле немаловажно о зарплате, которая есть у врачей. Потому что, может быть, скажем так, у жителей складывается какое-то мнение, что зарплата низкая, что действительно врачи получают мало. Но, тем не менее, мы, скажем так, были приятно удивлены и поняли, что действительно сейчас поддержка государства с точки зрения финансирования каких-то социальных пакетов и льготной ипотекой, много-много чего еще, что дает возможность привлекать нам специалистов из регионов. И тем самым мы максимально, конечно, пытаемся закрыть те вакансии, которые существуют. Безусловно, пандемия, опять-таки, здесь оказывает свое не очень положительное влияние с точки зрения какого-то кадрового голода. То, что, конечно, много врачей все равно работают в красной зоне. От этого пока мы не можем уйти. Но, тем не менее, работа ведется. И могу сказать, что за последнее время, конечно, очень много специалистов было привлечено. А главное, конечно, кто в самом большом дефиците – это терапевты и педиатры. То есть это, грубо говоря, те врачи, которые, конечно, очень востребованы всегда. Сами, может, знаете, что очереди к ним всегда большие. Поэтому много что делается в этом вопросе. Также была еще встреча в Кубинке. Тоже жители встречались с Андреем Васильевичем, озвучили свои вопросы, многое взято в работу. И могу сказать, что я действительно вижу, как Андрей Васильевич очень, знаете, так вот просто быстро реагирует по-деловому на все это, берет в работу. И действительно я вижу позитивные результаты. Поэтому я очень надеюсь, что наступившем в 2022 году, все продолжится в таком же конструктивном диалоге. Это очень важно. Сфера образования – одна из крупнейших и одна из важнейших для нашего округа. И я знаю, что огромное количество обращений, в том числе, поступает к вам, Марьяна. Наконец-то многие жители разных территорий дождались долгожданного строительства школ и детских садов. Это, конечно же, в первую очередь гусарская баллада. Андрей Робертович на личном контроле держит практически в еженедельном режиме, выезжает на строительную площадку. Это, конечно, и Трёхгорка, это и пристройка 14-й гимназии. Но вот, наконец, вот всё-всё-всё то, что так долго ждали наши жители. И, наверное, общественников это тоже не может не радовать. А скоро будет и школа в Восточном, это тоже, в Звенигороде, это тоже такой долгожданный проект, который все очень-очень ждут. И мы понимаем, что это вот такой столь ожидаемый, выстраданный проект. Поэтому очень-очень тяжело. А вот мне интересно, когда есть проблема, все стучатся, бьются, пишут, звонят. А вот когда всё-таки эта проблема начинает решаться? То есть есть уже результаты, есть уже движение вперёд. Вы получаете обратную связь от тех жителей, которые ранее вам направляли свои обращения? С благодарностью, спасибо за помощь, спасибо за поддержку. Так здорово, что всё движется, нас услышали. Мы, наконец-то, ждём те обещания, которые застройщик когда-то не исполнил. Вот сейчас пришло, наконец-то, время, чтобы все эти пробелы восполнить. Ну, вы знаете, Маша, я хочу сказать, что знаю по себе, что, например, любое строительство или ремонт, не знаю, будь то садик или школа, можно выдохнуть, когда ты всё уже перерезал ленточку, дети зашли, сели, всё. Ну, могу сказать, не знаю, что там. Ну, давайте приведу пример того, что на слуху. Самое такое, тоже такое одно из радостных. Конечно, это было открытие после капитального ремонта Новогородковской школы. Сложный проект, вы сами знаете, что вначале планировалось одно, потом школа, к сожалению, после экспертизы была признана аварийной, и все поняли, что просто заводить туда детей невозможно, это опасно, её закрыли на ремонт. И, к сожалению, сроки сильно увеличились. Но, тем не менее, совместно с родителями тоже мы контролировали ремонт, и вот практически еженедельно были выездные инспекции, какие-то подводные камни периодически вылезали. И, конечно, мы сильно переживали по срокам, потому что у нас и перед главой в том числе, в первую очередь, стоял срок, дедлайн, что надо было 1 сентября открыть школу, чтобы туда зашли дети. Вот именно не второго, не третьего, а первого. И, конечно, это очень, так скажем, всех подгоняло, стимулировало, и мы со своей стороны весь этот процесс тоже сопровождали. Поэтому все, конечно, выдыхают, когда уже весь процесс заканчивается. Безусловно, когда уже какой-то этап реализован в этом большом деле, конечно, жители говорят спасибо. Они видят, что это не просто разговоры, это не просто пустые обещания, а реально уже что-то двигается с мёртвой точки и начинает воплощаться в жизнь. Безусловно, очень важно. И я действительно очень радуюсь каждому достигнутому результату, будь то какой-то самый небольшой, маленький, положительный момент, но, тем не менее, это плюс, это шаг вперёд для достижения какой-то финальной цели, поэтому я действительно считаю, что это очень важно. И, конечно, я радуюсь, когда, скажем, жители это ценят, они понимают, что, может быть, не всё так сразу может быть реализовано, как хотелось бы, но, тем не менее, очень многие, конечно, реалистично подходят и действительно благодарят, говорят, слушайте, ну здорово, конечно, что всё сдвинулось с мёртвой точки. С какими вопросами в 2021 году к вам чаще всего обращались жители? Вот в каких из сфер? Кто лидер? ЖКХ. ЖКХ благоустройство. Традиционно. Ничего нового, как говорится, в теории охоты. Да, ЖКХ, благоустройство. Пальму первенства делят между собой образование, медицина и экология в том числе. Если говорить об экологической ситуации, насколько она меняется в позитивную сторону? Я вижу, что сейчас, конечно, и со стороны правительства Московской области достаточно, ну так скажем, жёстко относятся к этой теме, что, конечно, меня не может не радовать. И достаточно остро реагирует на такие любые обращения по данному вопросу. Скажу так, что я очень рада, что прошлый год закончился у нас таким, ну, для меня и для многих жителей важным событием – это установка двух станций экологического мониторинга воздуха. Одна станция была установлена в районе ЖК «Гусарская баллада» в Акулово. Вот эта станция, которая была установлена Министерством экологии, и располагается она на территории спортивного стадиона, который у нас там есть. И вторая станция – рабочий посёлок Большая Везёма, улица Градок-17. Знаю не понаслышке, что действительно две этих территории вызывают очень много нареканий у жителей по состоянию окружающей среды, по состоянию воздуха. Очень много было и обращений, и очень много было жалоб. И я была и на, так скажем, многих встречах с жителями, и Андрей Робертович выезжал там тоже на территории. И тоже мы как бы с ним обсуждали этот вопрос. И вот в конечном итоге, да, я ещё как бы и была на приёме у замминистра экологии по этому вопросу и говорила о том, что обязательно вот в этих двух точках надо установить эти станции. И вот в декабре месяце в конце тоже были вот эти станции установлены. То есть теперь, в принципе, на геопортале правительства Московской области можно прямо зайти туда, выбрать эту точку, кликнуть на неё по активной ссылке и посмотреть прямо на текущий момент состояние воздуха в процентном отношении количества примесей, которые есть. Ну и, соответственно, если есть нарушения, то там, конечно, Министерство экологии будет оперативно реагировать. Это очень важно. Ну и, соответственно, по всем, конечно, текущим каким-то вопросам, когда жители обращаются, мы тоже, конечно, реагируем очень быстро. Ну и сотрудничаем с администрацией, конечно, в том числе, без этого никуда. Начался новый 2022 год. Какие цели и задачи ставите перед членами общественной палаты? И что уже в работе? Ну, я могу сказать так, что начало года, если мы касаемся, например, сферы образования, это питание в школах. Вот как раз сегодня было такое достаточно расширенное выездное совещание под руководством главы округа Андрея Робертовича Иванова по вопросам питания школьного, где достаточно, так я могу сказать, досконально обсуждался вопрос с качеством питания, с увеличением стоимости питания в этом году, с чем это связано, чем это обусловлено, потому что, безусловно, эта тема очень важна и волнует многих родителей. И мы сегодня вот это вот все прямо очень расширенно обсудили с главой, был и Олег Васильевич Дмитриев. Поэтому я надеюсь, что те жители, кто смотрели прямой эфир, они уже как бы смогли ознакомиться со всей темой обсуждения. Кто нет, смогут это посмотреть на YouTube-канале, где это выложено. Вот, безусловно, на мой взгляд, была важная встреча. И мы также со своей стороны, общественная палата будет дальше мониторить и контролировать вместе с родительским сообществом, конечно, качество питания в нашем округе. Это тема очень важная. Ну, я думаю, что мы, конечно, продолжим и работу по вопросам здравоохранения, вот, потому что у нас в конце декабря произошло финальное объединение всех больниц уже под эгиду и Одинцовской областной больницы. Все вошли в структуру Одинцовской областной больницы. Поэтому сейчас, как говорится, за всё отвечает у нас главврач Андрей Васильевич Фадеев. Поэтому мы, конечно, ждём каких-то изменений, может быть, да, каких-то действительно улучшений, не скрою этого. Есть вопросы, и мы думаем, что в скором времени, как было запланировано, произойдёт встреча и по работе Голицынской поликлиники, то есть с жителями мы обязательно эту встречу сделаем, проведём. И это одна, конечно, из наиболее важных тем. Ну и всё остальное, конечно, нельзя сбрасывать со счастов. Это вопросы благоустройства. Мы все видим, конечно, сложную ситуацию. И, как всегда, природа, зима испытывают всех на прочность, снегопад. Поэтому, конечно, текущие вопросы по уборке снега никто не отменял. Но, безусловно, общественная палата присутствует в очень многих чатах с жителями. Во всех проблемах участвуем, стараемся, конечно, помогать. Поэтому тут, как говорится, нет, наверное, территории, в которых мы не участвуем и не решаем какие-то проблемы, какие-то вопросы. Но, безусловно, я хочу вот просто ещё раз сказать, что, на мой взгляд, вся вот такая вот позитивная работа, общественная палата, я как бы, ну, осмелюсь всё-таки на себя взять смелость, сказать, что она действительно позитивная. Конечно, большой успех – это диалог конструктивный и сотрудничество с администрацией. В первую очередь, я, конечно, благодарна главе за такой диалог, за такую связь, потому что нет сотрудничества, нет диалога. К сожалению, это всё, как бы, скажем, будет такой напрасный труд. Потому что, наверное, так сложно решать вопрос, один в поле не воин. А когда максимально много людей заточены на результат, конечно, хотят сотрудничать, тогда можно добиться максимально позитивного результата и какого-то действительно успеха. Марьяна, спасибо за интервью. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальное интервью», оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.